Я всем рекомендую рожать в Испании. Зима, я уже не против родить где-нибудь там. У меня были истории, когда я мог на месяц взять за 200 евро машину. Я приходила в школу, там мама может прийти в пижаме, в тапочках, там знаешь, что там на голове у них чуть ли там не байгуди. Зимой у них нет отопления центрального вообще. И зимой где-то около 100 евро у нас уходило только на свет. Как в Германии, вот если ты слышал, что в Германии там доносят на всех и на все, то в Испании примерно так же. Есть такое выражение «хорошо там, где нас нет». Сегодня у нас выпуск про Испанию. Да, представьте себе, около 300 солнечных дней в году. Вкуснейшая еда, добрейшие люди, сиеста, фиеста, маньяна. Никто никуда не спешит. Страна, где средняя продолжительность жизни около 82 лет. Страна, где очень низкий процент разводов, где мужчины счастливы и женщины счастливы, дети счастливы. Нет этого достигаторства, успешного успеха. Но все-таки попробуем разобраться, что же не так с Испанией. И в этом нам помогут Антон с Дариной, семья, которая прожила несколько лет в Испании. Семья из Киева, айтишники, которые переехали в Испанию по работе, пожили и все-таки вернулись обратно домой. Приятного просмотра. Был обычный сентябрьский день. Мне позвонили, сказали, с моей предыдущей работы, и сказали, что вот открылась позиция в Испанию. И как бы я идеально подхожу под нее. Говорят, давай пришлем тебе описание и попробуешь. Я говорю, ну давай, почему бы и нет. Интересно. Это был сентябрь, и уже в декабре мы паковали чемоданы, собирались на самолет. Да, это был реалокационный пакет, то есть фирма полностью оплачивала переезд, самолет, первый месяц проживания они оплачивали, страховка, документы все, которые нужны, необходимые. Ну и все. Вот как-то так. Очень важно, у фирмы был человек свой в Испании, который полностью занимался всеми документами, уже там на месте, потому что мало того, что нам здесь сделали документы и рабочие визы, там нам нужно было уже все постоянные документы испанские получить. И вот эти вот все хождения по инстанциям, получение прописки, социально security, номера и так далее, это очень сложно. И вот эта вот девушка Мария, которая нам помогала, она, собственно говоря, она сделала всю основную работу, самую сложную, которую нужно было. То есть она сама испанка, но говорит на английском, и она занималась оформлением всех наших документов. Плюс она же помогала детям устроиться в садик, в дочке, потом в школу и все, что с этим связано. Мы приехали, мы сначала очень много там ходили, смотрели, кайфовали, море, большие пешие прогулки там по 10 километров. Мы сначала вообще как бы не парились с этой темой, что нам надо какую-то аренду квартиры, документы, это все. Просто мы, знаешь, в какой-то эйфории жили, там первые две недели так точно. А потом мы столкнулись с тем, что начали выбирать квартиры. Нам изначально фирма говорила, что там вы можете там 500-600 долларов, вы можете найти там за эти деньги хорошую квартиру, там с видом, на море, там все дела. В общем, мы начали столкнулись со сложностью такой, что для иностранцев они не хотят сдавать квартиры. Достаточно сложно как бы найти квартиру, потому что они хотят документы, чтобы это был рабочий контракт уже год, ты должен был проработать в стране. Плюс там страховая сделать на квартиру. И просто так они боятся, они боятся вот иностранцам сдавать квартиры. И то, что мы там выбирали, вариантов, наверное, 10, нам просто отказали. Сказали, что там извините, испанцы всегда в приоритете. У них был кризис 2008 года, и после этого кризиса молодое как раз поколение сейчас очень много снимает квартиры, так как они не могут себе позволить там купить, взять в ипотеку. Сейчас банки перестали там выдавать там ипотеку, дома, квартиры без какого-то изначального взноса, первоначального взноса. Раньше это было все намного проще, и поэтому такой сейчас спрос именно на аренду квартир. И цены скаканули действительно там от 500 долларов до 1000 долларов. А мы нашли за 800 долларов квартиру. Евро. Ой, 800 евро, да. Метра, наверное, 60, она была небольшая, но находилась в центре города. Это было 2 спальни плюс кухня-студия. Коммунальные сверху, коммунальные 200-300 евро сверху получались. Да, по коммунальному очень все дорого на самом деле. То есть в среднем у нас получалось так, что зимой у них нет отопления центрального вообще. То есть прибрежная линия, где-то 100 километров, нет отопления. И зимой где-то около 100 евро у нас уходило только на свет. Чтобы протопить квартиру, мы купили обогреватели, поставили в каждую комнату. 50 евро стоил интернет домашний. И где-то еще 50 евро это сим-карты. На еду мы где-то 1500 евро. Мы так прикинули это в среднем. Трешки нам не хватало. Трешки евро. Трешки евро, да. То есть на тот момент, когда я переезжал, скажем так, мне в Испании чистыми предложили столько же, сколько чистыми здесь в Украине я получал. Но при этом здесь я не платил за квартиру, а там мне нужно было платить за квартиру. И там уровень жизни дороже. Как сказал мой сотрудник, который уже там, ну я с ним очень тесно общался, и он на год жил дольше, чем мы, говорит, если у тебя в месяц получилось отложить 100 евро, это был хороший месяц. Плюс у них есть еще такая штука, что летом очень жарко, они не хотят летом работать. Поэтому во многих компаниях летом 4-дневная неделя, 4-дневная рабочая неделя, а в остальное время они работают там как бы на 1 час дольше. Либо же они тоже работают на 1 час дольше, а летом работают там пол рабочего дня. Вот так вот. Август это вообще у них всегда отпуск. То есть практически у всех испанцев август это отпуск. В августе ферри. Ферри это масштабный праздник в Испании. Испанцы все гуляют, пьют, отрываются по полной. То есть никто не работает абсолютно. Даже многие местные испанцы, которые вот эту всю тему не любят, они стараются из страны куда-то уезжать. Давай теперь по работе поговорим. Чем отличается в принципе корпоративная культура, либо как устроено все в офисе здесь в Украине, от того, как это устроено в Испании? Ну, во-первых, начнем с того, что средний возраст в Испании, те, кто работает в IT, он выше, чем у нас. Если у меня до этого очень много было там молодых ребят в командах, даже студентов, либо кто только закончил, то в Испании IT-шники это где-то на 40 лет, вот средний возраст намного выше. Плюс они при этом там, у них часто нету ни жены, ни детей в этом возрасте. Вот они только после 40 начинают заводить. Ну, после 35. Ну, да, то есть очень много у меня ребят было даже без семьи. Сама работа, она в принципе вот с англичанами ничем не отличалась. То есть так же, как здесь я работал с американцами, там же я работал с англичанами. Но сами испанцы, они, конечно же, намного такие, как это сказать, может инертные. То есть им даешь какое-то задание, они его могут дольше там на него отвечать, они не сильно напрягаются, они не любят перерабатывать. То есть такие, работают как-то в своем ритме таком. Не было там прям дедлайны, надо быстрее, надо больше, надо лучше. Вот нет, это не про испанцев. Ты работал как QA, правильно? Да, я формально переезжал как QA-лит туда. Но так как я был первый QA, и моей задачей было набрать всю QA-команду, то формально, неформально я был QA-менеджером. Получается, меня взяли для того, чтобы полностью собрать всю команду и настроить все процессы. Ты забрал испанцев? Нет. Наших? Самая первая проблема, с которой я столкнулся, мы абсолютно не могли найти местных сотрудников. Абсолютно. То есть я провел, ну не знаю, наверное, больше 30 собеседований именно с испанцами, и мы не смогли ни одного взять на работу. В итоге всю команду мы перевезли, часть с России, часть с Украины, и все ребята были не испанцами. У нас сейчас очень многие хотят как раз войти. Прям очень многие. Считается, что в Украине порядка 200 тысяч программистов действующих. В Испании тоже так все хотят войти в IT? Абсолютно нет. Войти в IT. Абсолютно нет. В Испании IT-профессия, это профессия, скажем так, на уровне с любой другой, которая может быть. Даже когда, если вернуться чуть назад, когда мы искали квартиру, и я всегда говорил, я работаю в IT, то есть я перспективный ориентатор. А мне говорили, ну и что? Для нас это ничего не значит абсолютно. У меня уже есть опыт прохождения курсов по интернет-маркетингу, но это просто бомба. Все очень структурировано, материал подается понятно и на простых примерах. Для меня были очень полезны блоки по веб-аналитике и SEO-оптимизации. Все сразу применили на сайт, конверсия выросла в 3 раза. Советую тем, кто любит без воды, душевно. Здесь ответят на все твои вопросы, и ты уйдешь четким пониманием и картинкой в голове. Благодарю за знания и поддержку на курсе. Эд написала нам отзыв Ольга Сухова, основательница физдрав-фитнес, которая училась у нас на Первом потоке. Сейчас заканчивается обучение на Третьем потоке. Мы уже набираем ребят на Четвертый поток, который стартует в конце февраля-начале марта 2021 года. Набираем ребят, которые действительно хотят обучиться интернет-маркетингу. Не просто про эти курсы, обучиться от А до Я, где мы с командой TripMyDream действительно обучаем ребят от А до Я за 3 месяца. Ребята, вы получите классные базовые знания, которые помогут вам не только разобраться, как работает вообще интернет, как продвигать, как вырастить продажи, как зарабатывать больше, как не работать в минус, но и позволят вам освоить ту профессию, которая позволит вам работать в любом уголке мира и зарабатывать достойную зарплату. Приходите к нам на курс. Я оставил все детали в описании к этому видео. Тебя перевезли из большой компании, которая помогает аутсорсить, мировым лидерам в разных индустриях, в эту компанию. При этом в Испании одна из самых высоких безработиц по всей Европе. Испания очень сильно пострадала в 2008 году. Я помню, там была сумасшедшая низкая недвижимость. И многие успели на это много сделать денег, проинвестировать, купить, сдают и получили паспорта и так далее. Испанцы тоже, наверное, идут работать. Либо они получат какое-то пособие. Не знаю, сейчас туда придем. То есть, по сути, если ты приезжаешь не как ты устраиваешь сразу на работу, а как просто я, даже имея какие-то знания, и я хочу найти работу, то мне будет, скорее всего, сложно, потому что высокая конкуренция. Скорее всего, как в Европе присутствуют правила, когда сначала берут испанцев, это первая очередь. Если не нашли среди испанцев, ищут среди Европейского союза, ИИУ, а потом только берут третью очередь, когда ты из других стран. Правильно? Ну, на самом деле, я вот не могу сказать насчет Европейского союза, потому что, насколько я даже помню, мои все ребята, они просто могут приехать и работать. То есть, им не нужно какие-то там разрешения. Компания зарегистрирована в Испании? Да, да. Компания зарегистрирована в Испании. Ну, вот у меня партнер работает в Швейцарии. Пока не закрыли все эти круги и не нашли в Швейцарии кого-то, не могли в кантоне доказать, что нет этого специалиста, до тех пор он ждал, чтобы поехать, чтобы получить work permit. Формально, насколько я слышал, что даже наша фирма, прежде чем брать кого-то, она обязана была опубликовать эту вакансию в какой-то газете. На самом деле, я этого ни разу документально ни подтверждения не видел, но я слышал об этом. То есть, но проблем в этом нету, потому что в IT специалистов не так много. Вот как мы уже говорили о том, что там это не популярная профессия, соответственно, не так сильно туда идут люди. Плюс, Малага абсолютно не такой, какой-то популярный город. То есть, если мы поедем в Мадрид или в Барселону, то там будет много IT-компаний. В Малаге их довольно мало. И, соответственно, там найти специалиста очень сложно. И сложно туда переманить специалиста. Малага. Это Андалусия. Это столица одного из штатов Андалусии. Провинция. Провинция. Провинция Малага. 600 тысяч населения. Это как троечина, наверное, наша. Да. Все, да? Давайте поговорим об испанском менталитете. Чем отличается среднестатистический испанец, которого вы встречали на протяжении нескольких лет в Малаге от условно наших? Я заметил, что в Испании люди намного добрее и в Украине они какие-то все более мрачные. То есть вот там все люди улыбаются, ты всегда куда-то приходишь, тебе все улыбаются. Все улыбаются, все к тебе приветливые, все какие-то вот такие вот беззаботные. В Украине люди все намного серьезнее, намного какие-то такие в своих делах, в каких-то мыслях. Вот такое вот. То есть в Испании это как-то легче намного. Вот ты просто живешь проще. Испанцы, они очень медлительные, шумные, это однозначно. Плюс вот мы, когда там столкнулись с какими-то моментами, испанцы, они не хотят как бы впускать в семью, то есть они очень семейные, вот они ценят только семью, а вот то, что там, не знаю, какая-то международная там политика, там, не знаю, какие-то пожары там в Австралии и так далее, их абсолютно это все не волнует. То есть они только решают как бы внутри семейные свои проблемы. Знаешь, мне показалось какие-то моменты, что мужчины, да, действительно, они очень любят украинок, они очень любят там русских женщин, они там пытаются как-то там, ну не то что ухаживать, но где-то даже там двери открывать какие-то, знаешь, джентльмена включают. Вот русских мужчин и украинцев они недолюбливают. И в какие-то моменты такие жизненные мы прям это четко чувствовали, что вот ко мне очень хорошо относятся, к Антону так. Феминизм очень сильно распространен, феминизм. И мужчинам хочется, по сути, поухаживать за женщинами, потому что за своими они поухаживать не могут. Я помню Швецию, когда я ехал в Швецию первый раз, я был раз 15, мне сказали, пожалуйста, я тебе предупреждаю, не поздравляем с 8 марта, не открываем перед ними двери, не пропускаем их вперед, не уступаем место, женщина такая же, как и ты. Говорю, слушай, ну я открываю дверь просто потому, что мне хочется, чтобы она прошла вперед, потому что, возможно, холодно, дождь идет. Не потому, что я мужчина. Я даю ей место сесть, ну потому что я могу постоять, она тоже может постоять. Ну я как бы к ней отношусь не потому, что она слабее, а потому что я хочу, чтобы, ну вот она, например, села, либо там еще что-то. А там это жестко, правда? Они настолько как бы запуганы этим феминизмом, это правда, что вот они боятся сами проявлять какую-то инициативу. Поэтому у них раздельные бюджеты, раздельные счета. Точнее, когда даже женаты раздельные бюджеты? Да, они очень часто практикуют такая система, что раздельные бюджеты. И испанцы говорят, что идеальные для них жены, это как раз русские жены, то есть менталитет у них как пазлы сходится. Славянский? Славянский, да. Я приходила в школу, для меня сначала это была просто дикость. Если там мама может прийти в пижаме, в тапочках, знаешь, на голове у нее чуть ли не бигуди, стоит там, грызет ногти, то есть это для них абсолютно нормально. Плюс у них же в Испании ожирение, ожирение очень сильно развито, и много женщин, ну так скажем, в лишнем весе ходит. Если испанские мужчины за собой еще ухаживают, женщины как бы очень сильно на это все положили. Интересно, женщина у них выбирает мужчину. Если в наших странах это мужчина выбирает женщину, ну как первые там знаки внимания, да, и женщина либо отвечает взаимностью, либо нет, то в испанских странах наоборот, женщина выбирает мужчину. Если она там, не важно, как она выглядит, но если она там захочет этого мужчину, она обязательно как бы его добьется. Друзья, мы с вами на 30 секунд переместимся в Юнисити, в офис поиска авиабилетового путешествия Трима Дрима. И у меня две крутые новости. Первая крутая новость, я просто очень рад. Сегодня 600 тысяч подписчиков на моем канале о путешествиях. Да, 3 года и 4 месяца, и уже 600 тысяч подписчиков. Благодарю каждого, кто подписан, каждого, кто ставит лайк и пишет всегда комментарий. Но сегодня у вас есть повод не просто написать комментарий, где вы скажете, Андрей, благодарю за замечательное, вдохновляющее видео, а также вы напишите комментарий, и сможете выиграть один из 8 наборов для путешествий. Это и сумки, и кошельки, и рюкзаки. В общем, 8 из вас заберут вот эти вещи, которые находятся со мной рядом здесь, и смогут с ними путешествовать как по своей стране, так и по всему миру. Что нужно сделать для того, чтобы принять участие в розыгрыше? Прямо сейчас напишите в комментарии, в какую страну вы отправитесь с одним из этих, например, рюкзаков. Так и напишите. С этим рюкзаком полечу на Бали, на Шри-Ланку, в Таиланд, поеду в Новый Санжаре или в Житомир к бабушке. Всем желаю удачи. С кем вы общались? С русскоязычными, украиномовными, либо больше с испанцами? По работе, а ты с кем придется? Ну, я в основном общалась, конечно, с украиномовными и русскоязычными людьми. Это сфера обслуживания, познакомилась с маникюрами, покрасками и так далее. Наших много вообще? Да, очень много. Если какие-то бьюти-услуги, это в основном наши. А вообще наших много? Да, украинцев очень много. Это прям вторая диаспора. Говорят, первая диаспора максимально в Аликанте, а в Малаге тоже украинцев не знаю, сколько в процентов. А почему они там? Почему там так много наших? Они приезжают нелегально. Они приезжают по визе туристической. Потом остаются. В течение трех лет они живут, собирают какие-то там чеки, аренды на продукты и так далее. И получают рабочий контракт. Даже некоторые за это платят, за рабочий контракт. Предоставляют документы, что они прожили в стране три года. Они были полезны в стране. Они покупали продукты и так далее, снимали жилье. То есть они вносили какие-то деньги, платили налоги. И после этого им дают временные документы. Да, мы ходили в украинскую школу. По субботам. По субботам. Это относительно недавно ее открыли. И там собирается... Наш открыли. Полностью? Да, наши открыли. Давай тогда поговорим про садик. У тебя двое детей, у вас две дочки. Да. Старшая ходила здесь в садик? Ходила здесь в садик. Потому что там в садике, там в школу. Расскажи, пожалуйста, про образовательную систему, садик и школу в Испании. Там образовательная система очень лейтовая по сравнению с нашей. То есть садик хорошо принял нас, абсолютно без знания испанского языка. Ребенка приняли в коллектив. Есть какие-то развивающие занятия. Ребенок легко адаптировался. В школу мы пошли в первый класс. Тоже знания были минимально базовые знания испанского языка. Но в школу не требуют каких-то космических знаний, вот как у нас, наша система. У них нет ни контрольных, ни самостоятельных, ничего такого. Дети приходят в школу, они отдыхают, они занимаются какими-то интересными поделками, смотрят какие-то мультики, у них часто экскурсии. Они ездят по разным музеям, театрам и так далее. То есть они развиваются в социуме. Сколько стоил садик и школа тебе? У нас были государственные садики, школа. Нам компания помогла оформить. Но при этом это у нас были хорошие как бы и садик, и школа. Мы жили в центре. Там были международные дети, вот, учителя хорошие. Мы доплачивали единственное за какие-то там дополнительные уроки. Вот если мы там брали там дополнительные уроки или какие-то кружки, вот мы за это доплачивали. Питание отдельно тоже. То есть садики, школа бесплатная была? Да. Очень большой плюс, что образование, да, вот это образование начальное в Испании бесплатное, но оно привязано к твоему району. То есть ты можешь ходить только в том, то, что именно в твоем муниципалитете. Как дети относились к твоему ребенку? Не было никаких абсолютно сложностей. То есть приняли вот как родного в коллектив. Ребенок ходил с таким удовольствием, что она просила там, а можно в субботу, воскресенье прийти в школу? Я хочу там с детками. Класс. Дети выучили испанский? Да, ребенок старше, который она выучила испанский, сейчас свободно разговаривает. Однозначно, она поддерживает язык, она занимается с преподавателем. Восемь лет ей. Восемь лет? Да. Второго ребенка ты рожала? Да, я рожала в Испании. Вот расскажи-ка нам, как рожается в Испании, вообще-то дать тему медицины в стороне. А в Испании у нас была страховая, то есть это был госпиталь. Нужно было просто видеть этот госпиталь. Страховая, то есть у вас страховка была? Страховка. Она обязательна в этой стране? Нет, не обязательно. Не обязательно? Не обязательно. Есть бесплатная как-то страховая на государственные поликлиники, а мы брали именно частную страховую для платной медицины. Я могу немножко добавить. Получается, на меня страховку оплачила фирма, а на семью я мог докупить за свой счет, и мы решили докупить, чтобы все лечились в одной. Сколько это стоит? В среднем где-то 30 евро на человека нужно было доплачивать за страховку в месяц. Но самый большой минус, который я не знал после Украины, в Украине страховая покрывает медикаменты. В Испании страховая не покрывает вообще никакие медикаменты. То есть все медикаменты покупаешь за свой счет. И самый большой плюс еще частной страховки, если у тебя государственная обычная, ну скажем так, не страховка, а медицина государственная, то для того, чтобы попасть к любому специалисту, именно профильному, нужно сначала записаться к обычному врачу, и только если он даст тебе направление, ты можешь потом записаться к профильному врачу. И это все занимает месяцы. Особенно если... Месяцы. У меня был случай у сотрудника, нужно было попасть к аллергологу, ребенку, он прождал два или два с половиной месяца, чтобы попасть к нему. В частной страховой ты можешь сразу же оформить визит к тому врачу, который ты хочешь. Значит, у нас была страховка. Рожала я в госпитале. Госпитал находился на побережье Коста-дель-Соли, это в Малаге. Там красота просто нереальная. Знаешь, палата, ну, во-первых, это все новое, там красота такая, вид у тебя на море, врачи заботятся, такие очень там прям трепетно. Зима, я уже не против родить где-нибудь там. Да. Врачи действительно трепетно относятся. Они обожают, испанцы в принципе в целом обожают детей и собак. Детей и собак, да. Ты довольна? Да, я довольна. Кроме языка? Я всем рекомендую рожать в Испании. А есть у ребенка паспорт испанский? Нет. У нее, получается, все документы оформлены на испанском гражданство. Она может получить, если ребенок прожил год в стране. То есть у нее гражданство есть испанское? Нет, мы так и не получили. Это нужно обратиться к юристам, и юристы тогда уже будут оформлять документы. Плюс это очень долго там этот процесс занимает. Она прожила год в стране? Что ж ты не дотянул-то месяц? Но мы узнали такую интересную вещь, что когда ребенку исполняется 18 лет, она может получить испанский паспорт. И, собственно, зачем оформлять гражданство, если она может получить по своему желанию испанский паспорт и имеет право там жить. У нас вечерами так стрёмно идти вечером, особенно там, где курортные города. Насколько безопасно в Малаге? Там очень безопасно. Вот по сравнению с Барселоной и там выше, да, вот южная часть Малаги достаточно безопасная. Там нету преступностей и нету совершенно вот этих мелких воришек, то, что там в Барселоне распространено. Вот Малаги как-то с ребенком, с семьей абсолютно безопасно. И это, конечно, огромный плюс. Насчет совершенно я бы, конечно, немножко поспорил, потому что у меня сотрудник купил себе электросамокат, приковал его цепью возле торгового центра, пошел подстригся, вышел, его уже нет. У тебя была машина? Мы брали в аренду машину. В среднем на неделю получается 300 евро, если брать со всеми, скажем так, страховками, чтобы тебе точно дали. То есть на месяц это где-то 1000 евро, 1200 евро. Но если ты уже знаешь все условия и согласен брать риски на себя, то можно взять даже за 3-5 евро в день машину. Так дешево. Да, не курортное время, если это зима, это не лето. У меня были истории, когда я мог на месяц взять за 200 евро машину спокойно в аренду. Топ-5 минусов Испании. Испания? Да. Ну, наверное, это банки. Да? Наслышаны все про банки. Нет, ничего не знаю про банки. Не знаете, да? Значит, система онлайн-банкинга это абсолютно не для Испании. То есть испанцам рассказать, что можно там по номеру телефона, да, там как сейчас у нас МОНО, можно просто там... Не только МОНО. Ну, не только МОНО, да, согласна, согласна. Это первые мысли. Рассказать, что можно там за одно нажатие перевести какую-то определенную сумму там и заплатить счета. Испанцы это просто не слышали. Для них это дикость. Это нужно пойти в банк, отстоять очередь, там все дела, через кассу, знаешь, заплатить. Это большие возможности для наших банков выйти туда, либо для их банков сделать такой мобильный банк. Ну, возможно. Apple Pay у них появился буквально года два назад, когда мы только заехали в страну. Плюс они работают, это вообще тоже интересная история, очень забавно. Они работают с 9 до часу, либо там с 10 до 2 часов, либо там после обеда. То есть как бы рабочий день банка. Это банки. Да, но при этом магазины и многие аптеки, в том числе, суббота, воскресенье часто тоже не работают. В воскресенье не работает. В воскресенье вообще? Вообще не работает. В субботу работает абсолютно все, в воскресенье город просто отдыхает. То есть если ты там не купил продукты на воскресенье, ты будешь голоден целый день. А доставка еды есть, как у нас? Нет. Ну, глоба, глоба есть, да, вот какие-то такие. Ну, нет, они настолько распространены, как у нас. То есть там больше люди ходят в бары, они любят там погудеть, пошуметь, вот посидеть. Они не часто пользуются доставками. Аренда, да, сейчас высокая аренда квартир. И достаточно тяжело снять квартиру, если у тебя нет контракта там рабочего, либо там, не знаю, зарплата там не позволяет показать хорошие выписки. Это достаточно тоже такой, как бы, минус. Ну, вообще сфера обслуживания в Испании ужасная, просто отвратительная. Можно, ну, вот сотрудник, допустим, заказал подключение интернета, он ждал месяц, пока ему подключат интернет. Тебе нужно поменять, там, не знаю, сантехнику починить. Ты можешь месяц ждать сантехника. Причем доставка... Месяц. Месяц. У меня отключился интернет, я не пользовался год. Я позвонил в свой Ланет, мне через 2 часа, я, правда, знаю там, ребят, но мне через 2 часа, как бы, приехали и сделали. Но я не звонил ребятам, которых знаю. Мы на первой квартире... Через 2 часа. На Airbnb квартире мы когда жили, у нас засорился умывальник на кухне. Я попросил хозяина, чтобы этот вопрос как-то решить. Это было где-то... Ну, мы только заехали, может, первая неделя нашей жизни. Мы оттуда уехали, его так и не починили. То есть за месяц его не починили. Потому что сантехник тебе может позвонить, допустим, ну вот как хозяин позвонил в сантехнику. Сантехник звонит мне, говорит, я завтра приду. Я говорю, во сколько? Я не знаю. Ну, типа там до обеда, после обеда. Не знаю. Когда у меня будет время, тогда и приду. Я на работе, жена там, ну там, ребенок в школе, жена может быть не дома. Он такой, ну не знаю. В общем, мы его пропустили, или он даже не пришел, не знаю. В итоге он такой, говорит, могу теперь через неделю. Мы говорим, а там другой день. Не-не-не, я занят, я не могу. Другой день не могу. И вот все так вот. Там, допустим, доставка, очень распространен Amazon в Испании. Все заказы это Amazon. Amazon тоже, у них там нет такого, что там доставка с 10 до 11. То есть доставка завтра, в любое время. Причем бывают такие случаи, когда они либо опаздывают, либо они устали, не хотят. И они могут просто вот прийти тебе сообщение, мы вас не застали дома. Хотя ты был целый день дома, ты никуда не уходил. Но тебе приходит сообщение, мы вас не застали дома, заставка там будет завтра теперь. Ну, в сфере обслуживания, конечно, и солнце уникальное, знаешь. Они на все отвечают. Но пацанада. Там, приходишь на маникюр, у мастера падают эти ножницы, там какой-то рабочий инструмент, да. Но пацанада. Что такое, но пацанада? Забей, забей, не страшно. Или стригу, отрезывайте ухо. Да, да, да. Волосы там подстригла, знаешь, покрасила, там перепалила. Но пацанада. И так они все равно. Да, да, да. Они так во всем. То есть настолько равнодушные, как бы... Если бы я в Малаге хотел купить себе квартиру, например, как вы снимали, 60 метров, две спальни и кухня-студия, сколько бы это денег она мне стоила? Ну, хорошие, более-менее, квартиры стоят от 150 и выше. Тысячу евро? Тысячу евро, да. Вот такая квартира класс? Ну, она маленькая, она очень маленькая была. Хорошо, она 150 метров. То есть 300 тысяч евро? Ну, да, да, да. У нас тут в Киев стоят, наверное, но наши, на самом деле, друзья, которые там уже живут больше 10 лет, они купили даже за 60 тысяч евро квартиру. Но она, как бы, скажем так, в отдаленном районе. Это уже такой ромовый район считается, то есть цыгане там живут. В Испании вообще есть цыганские поселения. И, скажем так, не сильно хороший район, плюс у них нету лифта. Это последний этаж, четвертый или пятый. И у них они взяли за 60 тысяч евро. Но если взять хорошую квартиру, за 300 уже можно взять очень хорошую квартиру близко, возле побережья. Но следует учитывать тот факт, что в Испании очень плохие ремонты. Прям вот действительно плохие, такие, знаешь, прям старые. То есть если ты там ищешь что-то там дорого-богато, такого однозначно не будет. Они очень экономят на ремонте. У них дорогие стройматериалы, плюс рабочая сила достаточно дорогая. Поэтому у них такие ремонты еще там советские. А на же их нельзя привезти? Ну, нелегально можно, но если соседи спалят, потом может быть проблема. А часто соседи палят? Да, они очень бутильные. Они очень бутильные. Они прям за всем следят. Как в Германии. Если ты слышал, что в Германии доносят на всех и на все, то в Испании примерно так же. Зачем еще следят? Какие есть такие правила, которые лучше не нарушать? Ну, скажем так, все, что связано вообще с автомобильным движением. То есть там очень хорошо соблюдаются все правила. Если там где-то везде автофиксация. У меня сотрудник один, он сам итальянец, и Данило Росси. И он купил себе мотоцикл, ездил на работу на мотоцикле, потому что пробки, очень большие пробки, и так классно. И он всегда ездил по одной и той же дороге, и он знал уже, где там камеры, как бы не обращал внимания на скорость. И один раз ему не повезло, был патруль полиции, который, ну, не стационарный, а такой временный, и его поймали на превышение в два раза. 500 евро штраф он заплатил. Он месяц ходил грустный на работу. Ну, в общем, ребят, я благодарен вам за рассказы об Испании. Я думал, хоть что-нибудь найду, что что-то не так, но оказалось, что в Испании, ну, все так. Ну, вот буквально, ну, все, что... с какой стороны не подойдешь, все там так. Единственный минус, конечно, жарко. Летом жарко, да, и надо язык учить. Все, благодарю вас. Удачи вам. Кто-то говорит, что это Амар Хайям, кто-то говорит, что это неизвестный автор, но все приписывают эти строки Амар Хайям и звучат они следующим образом. Представьте, что там окно, потому что у меня там окно. В одно окно смотрели двое, один увидел дождь и грязь, другой листвы и зеленый вязь, весну и небо голубое. В одно окно смотрели двое. Так вот, мы с вами сегодня как не смотрели, как не пытались найти те минусы жизни в Испании, вообще Испании, разобраться, что же с ней не так. Если честно, я ничего не нашел, что с ней не так. Куда мы не приезжаем, мы всегда привозим себя. если мы та штука, за которую дергаем, как в детстве, у кого-то в детстве, у кого-то сейчас, и она уплывает по трубе далеко, если мы такого себя привозим, то таким мы страну и увидим. А если мы с улыбочкой, открытым сердцем себя привезем, куда бы мы ни приехали, все раскроется, будет цвести и нас радовать. Короче, ребята, лайкосик ставим, дислайкосик ставим. Я люблю ваши дислайки, просто обожаю, особенно когда видео 5 минут как вышло, оно часовое, вы еще не посмотрели, а уже дислайк поставили. Напишите, пожалуйста, в комментариях, если у вас есть друзья, которые откуда-то вернулись домой, я с удовольствием с ними запишу видео, а лучше даже не в комментариях, а я оставил контакт Римы, который нужно написать, скинуть контакты, мы свяжемся и запишем видео. Всех благодарю, подписывайтесь, в принципе, не надо, не подписывайтесь, не подписаны и не подписывайтесь. Главное, адьос, друзья! Субтитры сделал DimaTorzok